Скончавшаяся возрасть, 40 лет актриса, супруга режиссера Валерия Тодоровского Евгении Брик боролась с раком. Евгении Брик было всего 40 лет. На протяжении всего времени она очень тяжело болела. Она никак не хотела огласки о своем состоянии здоровья и чтобы это стало достоянием общественности. О печальных новостях ее кончины сообщила Екатерина Гордеева, журналистка, которая посвятила покойный Брик трогательное послание у себя в блоге. Евгения не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности ее болезни. У Женечки осталась дочь Зоя, которую она очень сильно любила. Супруг Валерий Тодоровский, мама и родная сестра. На 73-м году жизни от последствий ковид скончался Борис Невзоров. Советский, российский актер. На Троекуровском кладбище 24 февраля прошло прощание с актером Борисом Невзоровым. В Малом театре прощание было устроить невозможно, потому что артист умер от коронавируса. В течение недели актер находился на аппарате искусственной вентиляции легких. На счету артиста также более ста ролей в кино и сериалах. Среди наиболее известных, Иван Рябов в историческом фильме «Россия молодая». У Невзорова осталась гражданская супруга Елена с маленькой дочерью Настей. В профессии Невзоров много времени посвящал сериалам. Так же, как и в кино, его образы запомнились миллионам зрителей и стали любимыми. Отдушный для Бориса Невзорова был театр. Больше всего ему нравилось погружаться в историю. Не потяну я дитятку. Не врешь? Узивительным образом всех одарила своим вниманием. Где гуляли мы, где любили мы... Что ты как маленький, ей богу, ну аппетит перебьешь. Жалко, да? Скажи, что жалко. Как истинный джентльмен он оказывал внимание всем. Причем каждая ощущала себя той единственной, которая вот это вот все и шепчется на ухо. Печальная новость пришла из Италии. 2 февраля умерла одна из самых известных итальянских актрис. Муза Антониони, Моника Витти. Об этом журналистам сообщил ее супруг Роберто Руссо, с которым Витти была в браке с 1995 года до самой смерти. Последние годы актриса страдала болезнью Альцгеймера и не появлялась на публике. Моника снималась в кино в 50-е и 80-е годы прошлого века. Она была музой всемирно известного классика мирового кино Микеланджело Антониони, гражданской женой которого являлась 10 лет, и снялась в нескольких его фильмах, «Приключения», «Ночи затмения», «Красная пустыня». Если убрать страх, нервозность, беспокойство, то как идти вперед? Найдя себя, я себя теряю. Да, есть чувство, что я все сделаю не так. 18 февраля умер звезда фильма «Весна на заречной улице» Геннадий Юхтин. Он был серьезно болен. В конце января состояние актера резко уфудшилось и родные настояли на его госпитализации, у него диагностировали коронавирус. Ему было 89 лет. В «Весне на заречной улице» актер сыграл инженера Крушенкова. Фильм дебютантов-соавторов Феликса Миронера и Марлена Хуциева оказался невероятно популярным в прокате и был отмечен на кинофестивале. «В среднем около двух с половиной тысяч. Я, брат, хочу тебя попросить, чтобы ты сделал мне одолжение. Конечно, желаешь садись на него». Сейчас люди более расчетливые, более коммуникабельные и правду никогда не скажут, и честно никогда не скажут. Тогда было все проще, можно сказать, и не то что честнее, а открытие и, в общем, прямее. Но я не хочу сказать, что сейчас жизнь там изменилась к худшему. Нет, почему. Но честность и остается честностью. Ушла Зинаида Кириенко. Не верится. Казалось, она будет всегда, редкий случай, когда возраст шел в минус, она с каждым годом становилась только моложе и красивее. Были когда-то такие актрисы в нашем кино, чей облик в сознании зрителя крепко связывался с природой, материнством, любовью к родине, то, на чем всегда держалась земля русская. Зинаида – одна из них. Зинаида Кириенко умерла в ночь на субботу, 12 февраля. В возрасте 88 лет, ранее была госпитализирована с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов России. Винова Талия, что мой голос дрожал. Давно ушел я из дому, но помню до сих пор. Маманька, ты чего? Захворала твоя маманька. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok